Разговаривать с Настей можно бесконечно. Каждая ее история, как жемчужина, нанизывает жизненный опыт с историями со съемочных площадок, знакомство со знаменитыми и именитыми актерами театра и кино. Бесподобный актер, талантливый человек, так Настя говорит о людях, с которыми работает и дружит. Вот с кем понравилось работать из знаменитости? С режиссером, в первую очередь, потому что он очень крутой. Юлия Сулис, партнер Сережи Светлакова по нашей Раши, которая его жена. Бесподобный Ян Цапник, я его еще помню с бригады. Со всеми этими людьми, они же такие статусные, как бы все. У меня очень сильно по-другому, прям очень хорошие отношения. Все-все-все-все звезды, 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 звезды. Тут Урган, тут Слепаков, тут то-то, тут то-то. И идет Сережа Светлаков, я такой, привет. Хотя мы с ним снимались, там три дня вместе, я там вообще маленький персонажик. Что-то меня, всего ничего в этом фильме. И так было приятно, и, конечно, вторая часть, и сразу все. И там на премьере сразу, так, давайте фотографироваться, так, давайте туда, давайте сюда. Сразу так все изменилось. И я думала, ну что я ему, кто я такая? А он вот с таким позитивом. Ее героиня, Маруська, мелькнувшая в нескольких эпизодах фильма «Горько», раскроется в продолжении, во второй части. Премьера фильма назначена на октябрь. В этом году у меня персонаж уже будет такой, будет понятно, что я там делала, все это время на свадьбе, почему я регистрировала за... Ну, это все дело, а теперь что там делаю. Съемки фильма «Горько-2» проходили в Геленджике. Пока в городе-курорте все отдыхали, загорали и купались, актерский и технический состав терпел адские муки непогодных условий. Плюс пять – грязь, туман, и это летом. Выдержали стоически, работая на результат. Если именно мы говорим о фильме «Горько», который имел такой резонанс, такой успех, конечно же, это только режиссер, потому что это великолепный человек, он очень талантливый, и ты смотришь на него и понимаешь, что он сказал «да», значит, это однозначно «да». Он никогда не подермет никакой компромисс. Если это «да», значит, для всей России это будет «да». Сама Настя бесподобна и талантлива. Во всем, к чему прикасается и начинает, ее неповторимая энергетика. И не заметить ее невозможно. Восемь-девять лет, я уже не помню сколько, я попала на сериал «Морской патруль». Я стала работать сначала бригадиром Асовки, потом через несколько дней с тем, там, кастинг-директором. Я уже занимался непосредственно подбором людей. И попробовалась сама, на роль проводницы. Очень мне хотелось. И у меня до сих пор лежит дома эта бумажечка, на которой моя фотография. И написано, что для проводницы слишком молода. Но огромнейший потенциал попробовать куда-нибудь еще. Анастасия воспитывает троих детей, получает третье высшее образование. И если видит интересное для себя занятие, покоряет его совершенством исполнения и профессионализмом. Она единственная представительница России, прошедшая кастинги, снявшиеся в рекламе с пиле. Я всегда с радостью готова учиться. Всегда с радостью готова учиться чему-то новому. Ездить на какие-то курсы. Я вот сейчас поступила в Краснодарский университет на режиссуру кино и телевидения. Хотя это будет уже третье высшее образование для меня. Мне это очень интересно. Любая критика – это хорошо. Если критикуют, значит смотрят. Если критикуют, значит в любом случае видят. Значит, кто-то заинтересован. Ругают – еще лучше. Радуются – это вообще прекрасно. В жизни не только интересная работа и безоблачный успех. В очередной раз, пройдя сквозь огонь и воду, Настя просто попросила. Господи, проверь меня медными трубами. И за каждый день, прожитый в мире, Анастасия Тихова тихонько говорит спасибо.